всем привет Blender 281 и в этом ролике давайте сделаем танк для будущих роликов так единицы на нампаде теперь все это дело поднимаем с помощью транспоза все это дело сплю с ним вот где-то вот таким образом теперь тройка на нампаде опять все это дело чуть-чуть растянем вот до такого уровня select box и заходим теперь в edit mode выбираем теперь именно ребра снимаем щелчок выделения и смотрим что тут выбираем вот это ребро даже давайте начнем с нижнего нижнее ребро тройка на нампаде и вот так ее немножко уводим следом выбираем вот это вот ребро тройка на нампаде и вот так все это дело уводим тут вот таким образом опять же select box выбираем вот это ребро жмем ctrl b и попробуем все это дело так ctrl z поближе вот так вот поставлю shift зажатое колесико и закруглим ctrl b вот так вот можно обрезку и немножко добавить ребер вот так вот где-то много не надо ну и здесь также повторим вот это выбираем ctrl b опять же повторяем все так вот закругляем ну и нижний на тоже закруглить так теперь ctrl b здесь уже много не надо надо вот чуть-чуть ну где-то вот в таком духе ну где-то так да и вот здесь тоже выберем регион ребро и жмем ctrl b здесь вот так вот сделаем тоже скос select box и теперь транспоз транспозом все это делаем английская а выделяем все и вот так немножко все это дело плюс не ну уже прикольно только на нам они продолжаем что-то здесь сделать теперь переключаемся так остаемся на ребрах выбираем вот это ребро и жмем shift и щелчок вот по этому делу нажимаем английскую и делаем вот такой вот такую вот именно штукенцию теперь нажимаем английскую и делаем еще одну вот поближе вот сюда вот так ну и и еще одну вот так ну а теперь можно единицу на нампаде и с помощью move это все дело немножко увести ну где-то вот в таком духе так смотрим что да как select box ну и и еще нажмем и добавим вот этот вот и полуп регион чтобы он усиливал жесткость здесь так ну в принципе заготовка готова так единица на нампаде снимаем выделение выделяем английскую а все с помощью move вводим вот так вот в бок и вниз выбираем add модификатор и модификатор mirror зеркалим все это дело и теперь заходим в object mode вот такая получилась заготовка так в object mode теперь добавляем shift а добавляем mesh добавляем куб и заходим в edit mode так что у нас тут получается этот куб пока можно закрыть тройка на нампаде и попробуем с ним поработать английская а transpose немножко его сплю с ним вот так вот теперь select box выбираем вот это вот ребро тройка на нампаде и попробуем его с помощью так move приподнять вы видите как он приподнимается все control z надо добавить лупы добавляем вот так значит один вот тут левая кнопка мыши задерживаем тянем вот где-то вот отсюда будет и один добавим где-то ну вот так пускай будет пойдет select box выбираем это ребро тройка на нампаде и теперь move и все это дело вот так вот приподнимаем так ну в принципе нормально так теперь вот это ребро можно выбрать только на нампаде немножко его вот так увести ну и теперь вот это вот все дело можно щелчок левая кнопка мыши а английская трансплозом расширить можно кстати экстрадировать но пойдет так включаем куб ставим вот таким вот образом и немножко расширяем смотрим как тут что установилось ну в принципе неплохо можно здесь кстати добавлять тоже shift и добавлять вот план куб но это нам пока не надо заходим в object mode нам нужны разные пока саптуру вот эти вот и опять заходим в add mesh добавляем куб и будем работать теперь опять с этим кубом в edit mode а эти кубы вот эти можно отключить так тройка на нампаде и повторяем так это у нас уже будет именно корпус здесь можно просто сделать так тройка на нампаде и именно вот так вот ctrl z transpose немножко сплюснуть вот таким образом включаем теперь видимость всех кубов и как-нибудь его сюда этако подставим посмотрим какая его судьба может быть дальше так ну давайте боковую сделаем вот эту штуку так это вот таким вот образом опускаем теперь транспозом еще раз уменьшаем немножко его прибавляем вот таким вот размером и здесь уже поработаем вытягиваем выбираем вот этот регион ребро пардонте что-то мне регион на языке крутится тройка на нампаде ну а теперь можно выбрать вот так вот и вот так вот здесь подставить выбираем вот это ребро и вот так его чуть дальше уводим здесь повторяем то же самое опускаем поровнее и тоже уводим вот так ну и вот это ребро тоже подтягиваем сюда и это тоже подтягиваем вот так добавим теперь здесь вот здесь вот добавим луп вот таким вот образом вот до этой области подтянем потом нужно ну и вот отсюда еще луп добавим сверху чтобы он усиливал а теперь выберем полигоны выберем вот этот полигон нажимаем тройку на нампаде и с помощью MOV или клавиши G так вот так подведем и E английское экстрадируем G вот таким вот образом смотрим что тут да как так теперь получается ребра выбираем select box на ребро тройка на нампаде жмем G вот так ну и вот это тоже тройка на нампаде жмем G вот таким вот образом ну и закрутим вот эту часть типа это крыло ctrl B вот так где-то вот таким вот образом ну уже прикольно так ну и здесь тоже давайте теперь вы экстрадируем полигон тройка на нампаде клавиша E и вытягиваем его вот так так теперь клавиша G вот подтягиваем вот сюда смотрим как он чтобы ровно экстрадируется и попробуем вот это теперь вот это ребро G опускаем вот так вот пониже и вот это ребро тройка опускаем G чуть-чуть пониже чуть-чуть пониже так теперь вот это ребро ctrl B вот так закручиваем и получается вот этот полигон так выбираем полигон вот этот вот этот вот и его немножко R перекручиваем и так теперь G и поднимаем во вот теперь прикольно вот теперь а класс вот вот эти теперь вот эту вершину теперь можно G опустить чуть-чуть пониже или приподнять но это уже сейчас будем смотреть так так ну в принципе нормально ну вот это вот ребро можно припустить G вот так чуть-чуть припускаем выравниваем и вот уже типа нормально так куб убираем все прикольно все хорошо вот эту тоже можно G немножко выравнить смотрим чтобы все было нормально ровно в принципе пойдет так теперь вот эту деталь полностью А и делаем ей модификатор миро ну вот отзеркален заходим в object mode ну и теперь опять же добавляем shift а именно теперь будем работать ну здесь вот можно переименовывать конечно вот нажимаем это будет допустим у нас башня или палуба enter вот с ней сейчас будем работать остальное пока можно отключить тройка на нам пади оставим только корпус так это не надо вот он корпус давайте назовем его корпус enter это у нас треки как это у нас крылья называем крылья я enter ну и в принципе нам нужна теперь палуба только на нам кдд подставляем теперь с английском можно и уменьшить Смотрим, как она тут установлена МОВ вниз опускаем И добавляем второй ярус, вот этот Вот этот второй ярус И сейчас транспозом Опять всё это дело растянем Так, что теперь нужно сделать? Ну, попробуем с лицевой вот этой частью поработать Что можно ей придумать? Ну, вот эту вот часть давайте попробуем тоже срезать Edit Mode Теперь заходим, ставим ребра Выбираем ребро Добавляем лупы Вот так вот Ну, вот сюда тоже луп Select Box Выбираем ребро И его тоже так уводим G Вот можно аж вот так вот С догибом Ну, поровнее его сделаем Вот так Ну, уже нормально Так В принципе, хорошо Немножко G Его выровнять, чтобы он был ровный Ну, и вот эти края пусть Наверное, квадратные будут Зад пусть квадратный будет И теперь И теперь Английская А И тут уже транспозом Немножко вот так вот уменьшить И немножко вот сюда увести Смотрим сверху Чуть-чуть корпус Еще поменьше Ну, уже прикольно Вот такой вот танк Так, тут вопрос теперь Насколько он должен вверх торчать Или меньше быть Потом подгоним Ну, а теперь можно использовать Опять же Или дублировать Shift-D Вот эту вот часть Или опять же Object Mode Опять же Shift-A Добавить Mesh Добавить куб Назвать этот куб Именно Башня Enter И теперь зайти В Edit Mode Тройка на NumPad Транспозом Поднять Или клавишей G И S Английская Уменьшить Опустить Вот так вот И немножко S Еще Побольше Смотрим Что-то как Так Наверное Еще Плюснуть Поменьше Вот так Большая башня Не нужна Танку И вот так Ее Поставить Select Box Добавляем Теперь Именно Лупы Вот сюда На низ Где-то Вот Таким Образом Select Box Выбираем Полигоны Полигоны И Shift Alt Так Shift Alt Выбираем Вот этот Вот Вот эти Круговые Полигоны Тройка на NumPad Английская S Вот такая Штука происходит Потому что Вот так вот Можно добавить Нужно Нужно Еще Один Луп Добавить Сверху Чтобы Это Все Дело Держало Так Теперь Добавляем Опять же Полигоны Shift Alt Это У нас Ребра И вот Теперь Можно Немножко Ее С Уменьшить Вот Вы видите Теперь Получается Прям Прикольная Башня Вот Какая Штукенция А Чтобы Она Еще Была Прикольнее Выбираем Ребра И Вот Теперь Ctrl B И Вот Так Е Округляем Ребро Ctrl B И Вот Так Округляем И Повторяем Все Это Делаем Вот Тут У нас Получается Вот Типа Неправильной Артефакции Значит Ctrl Z Сразу Не Заметил Проглядел Добавляем Сюда Еще Луп Так Вот Так Вот Где-то Два Ну и Сюда Можно Еще Луп Вот Так Вот Сюда Добавить Ну и На Башню Потом Все Равно Пригодится Башню Вытягивать Сверху Вот Так Добавим Теперь Луп Так Поменьше Вот Сюда И Добавим Луп Вот Сюда Вот Такая Штука Да Единица На Нам Паде Так G Переведем Луп Вот Сюда И Вроде Бы Симметрично Так Select Box А Теперь Надо Вот Эти Все Равно Округлить Выбираем Вот Этот Луп Посмотрим Что Получится Ctrl B Так Что Там Ну Чуть Чуть Есть Но Ничего Нормально Тут Это Уже Нормально И Тут Тоже Ctrl B Можно Сюда Добавить Цилиндр Чтобы Это Все Дело Не Делать Все Равно Прикольно Вот Так Вот Теперь Прикольная Штукинка Ну И Надо Добавить Теперь Пушку Опять же Добавим Луп Можно Тут Резку Использовать По Прошлым Роликам Вот Так Вот Это Будет Лицевая Часть Вот Так Мы Целик Бокс Выбираем Полигон И Е Экстрадируем Вот так Вот У нас Тройка На нам Паде И Р Английская Как Не Р Английская А Давайте Наверное Вот Так Ее Опустим Вот Так И Теперь Вот Можно Чуть Чуть Увести Это Будет Дульная Часть А Вот Здесь Можно Какой Нибудь Поднять Штукенцу Или Также Закруглить Давайте Ребро Выберем Вот Так И Теперь Контр Б Ну Так Тоже Немножко Срежем И Вот Таким Вот Образом Так Это У нас Башня В принципе Люки Можно Добавить С цилиндра Можно Также Их Вытянуть Здесь Лупами Нормально Уже Добавляем Ствол И В принципе Танк Частично Готов Так Edit Object Mod Ничего Так Выглядит Теперь Добавляем Shift A Мэш Добавляем Цилиндр И Называем Его Ствол Enter Вот Теперь Будем Работать В Edit Mod Со Стволом Стройка На На Маде Move S Английская Теперь R R Y Мне Надо Это У Нас R Z R Z R X Вот Так Ну Можно Еще 90 На Клавиатуре Набрать Вот Теперь Тройка На Нам Паде Единица На Нам Паде Вниз Теперь Все Это Дело Припускаем Вот Так Вот Тройка На Нам Паде Вытягиваем Ее Вперед Вот Так Ну А Теперь Можно Экстрадировать А Можно Просто Вот Так Вот Ее Вытянуть Вот Так Вот Образ Ctrl Z Попробуем Экстрадировать Выбираем Вот Этот Полигон Жмем Тройка На Нам Паде И Теперь С помощью Мов Можно Вот Его Ровненько Вот Так Все Это Дело Вытянуть Так Ну Наверное Ствол Пусть Побольше Будет Где-то Вот Так Вот Ну И Здесь Вот Набалдажник Нужно Сделать Теперь Каким Образом Теперь Нужна Тройка На Нам Паде Добавить Вот Так Луп Добавляем Его Вот Сюда Усиливаем Его Еще Вот Тут Вот Так Вот Ну И Треть Еще Добавим Вот Так Вот И Выбираем Теперь Регионы Ребро Да Что У меня Регион Да Регион Так Теперь Б Английская Выделяем Это Все Дело Ставим Рентген Вот Так Все Это Дело Выделяем Через Shift Еще Повторяем Смотрим Что Получилось Смотрим И Попробуем Все Это Увеличить Получается С Так Все Так Все Выделена Да Ctrl Так Тут Надеюсь Все Нормально Нормально Тройка На Нампаде S Теперь С помощью Моб Немножко Уводим Немножко Может даже Вот Так Вот Прикольная Штука Теперь Выбираем Ребра И выбираем Вот Так Вот Shift Alt Теперь Жмем И Вот Так Ее Уменьшаем Теперь Жмем И Еще Уменьшаем Вот Так Ну Еще Раз И Чтоб Уже Хломка Точно Несла Тройка На Нампаде И С помощью Моб Все Это Дело Ну Так Вглубь Уводим Можно До Конца Так Что Еще Ну Теперь Вот Эти Подрегулируем Так Раз И Р Чуть Чуть Так Вот И Теперь Р Тоже Чуть Чуть Ее Да Твою Ядрё Навоз Вот Так Вот Снимаем Выделение Shift Alt И Опять же R Ну Уже Прикольный Танк Что У нас Получается Тут С Этой Частью Переключаемся На Башню Так Теперь Object Mod Включаем Башню Edit Mod И Вот Этот Вот Что Тут У нас Выходит Полигон Нижний Да Выбираем Полигон И Выбираем Нижний Полигон И Немножко Его Ну Давайте С помощью Мов Чтоб Ровнее Все Было Вот Так Вот Можно Вот До Этих Пор Опустить Ну Уже Прикольненько Что То Можно Удалить Что То Можно Добавить Так Вот Эту Часть Наверное Теперь Опять же Object Mod Найдем Корпус Выберем Его И Edit Mod Выберем Ребра И Вот Это Вот Ребро Немножко Приподнять Так Контур Z Добавим Loop Вот Сюда Еще Один Loop Добавим Loop Вот Сюда Теперь Выбираем Select Box Выбираем Ребро И Вот Теперь Можно Move И Все Дело Это Приподнять Вот Так Вот Уже Прикольно Ну И Здесь Немножко Давайте Поприкалываемся Так Ребра Выбираем Loop Cut И Вот Так Вот Здесь Раз Добавляем Еще Один Loop Сюда Вот Так Вот И Один Loop Добавляем Сюда И Вот Сюда Так Тут Теперь Можно Немножко Это Дело Все Вот Так Отделить Да Уже Прикольно И Вот Это Выбрать Теперь Полигоны Вот Так Вот Раз Два Три Перешифт Тоже Перешифт Вот Это Все Дело Выбираем И Попробуем Если Вниз Опустить Или Вверх Поднять Ну Пускай В таком Духе Будут Уже Нормально Ну А теперь Две Башни Добавим Сюда Вот Ну В смысле Два Люка И Ствол Можно Немножко Припустить Будет Object Mode Edit Mode Тройка На Немножко Вынес Так Что Это Английская А И Вот Так Вот Теперь Нормально Object Mode Клавиша Табуляция Добавляем Теперь Shift Меш Добавляем Цилиндр Называем Это Все Люки Тройка На Нам Поди И Поднимаем С помощью Транспоза Вот Так Вот И С помощью Транспоза Уменьшаем И С Плюс Немножко Так Вот Раз Так Теперь S Выбираем Ему Место Единица На Нам Пади И Опускаем Подгоняем Ну И Потолще Сделаем Чтоб он Прикольнее Как-то Выделялся Чтоб Не пропал Вот Так Ну И Два Хватит Наверное Еще Семерка На Нам Паде И Делаем Так Наверное S Этот Побольше Будет Один Вот Так Один Будет Поменьше Shift D Вот Так Его Выбираем И S Уменьшаем Так Что-то Как Ну Вот Таким Вот Образ Ну Здесь Можно Еще Конечно Много Что Добавлять Баки Допустим Тут Фары Какие-то Добавлять Здесь Тоже Решетки Какие-то Выборки Делать Именно Глазки Глазов Давайте Сделаем Все-таки Так Object Mod Теперь Edit Mod И Заходим Единица Добавляем Перелупов Вот Ну Где-то Вот Так Вот Так У нас Куб Еще Оказывается Выше Чем Надо Вот Так И Вот Здесь Так Ctrl Z Ctrl Z Добавляем Еще Ребра Вот Так Вот Все Это Дело Было Жесткое Ну И По Бокам Тоже Можно Добавить Теперь Выбираем Полигон И Выбираем Полигон Теперь Жмем R Вот Так Вот Единица R И Что-то В таком Духе Получается Здесь Можно Еще Ребра Подобавлять Чтобы Адекват Не Как-то Это Все Дело Вырисовывалось Все Продолжение следует... Так, что еще тут имеем? Вершины ставим, вот эту вершину можно схлопнуть вот с этой вершиной тоже. Ну и назначим теперь, давайте выберем все, сделаем control. Так, сейчас я его сначала сохраню файлом, может пригодиться потом, что-то с ним может сделать. Save As, рабочий стол, танк, сохранить. Ну вот, а теперь английская А, и можно control J сделать, сделать одну именно вот эту вот... Так вот... Так, одну полигруппу и сделать... Mirror, X-Global, control Z... Может, topology, mirror... Вот теперь танк может быть с двумя стволами, вообще еще прикольней. Вот такая штука. О! Это вообще бомба, бля! Ну и давайте назначим ему материал. Так... Будет... Пусть будет зеленый. И теперь рендер нажимаем, подгоним ему цвет, немножко потемнее. Так... Как в игрушках, вот так этот... Синий будет один, один будет зеленый. Вот этот пусть будет зеленый. Прикольная штукенция. И теперь... Все, всем пока, до свидания. Затянулся ролик. Вот теперь два танка будет. Один с двумя стволами, один будет с одним стволом. И попробуем что-нибудь этакое в игровом движке. Попробовать, как там все делается. Все, всем пока.